Российский закон о крипте, Алибаба осваивает блокчейн, опубликован рейтинг самых лучших стран для крипты. Всем привет, это Виток Блог. Обсуждение статуса крипты в России выходит в решающую стадию. Славно, славно! Рассказал об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Обсуждения назначены на три даты. 22 мая, 19 июня и 21 июня. Ну а сам закон должен выйти где-то в период с июля по сентябрь 2018 года. Еще Аксаков напомнил, что закон должен ввести в российское цифровое пространство такое заморское словечко, как цифровое поле. В моем доме мне выражаться. Также проект будет посвящен краундфандингу, ICO, ну и, конечно же, фиатным денежкам. Ну, наконец-то! Дожили мы до момента, когда в России все-таки заработает закон, посвященный крипте. Не прошло и года. Или прошел? Не суть. Вот теперь заживем, вот теперь круто будет. Хотя откуда мне знаки? Я же закон не читал еще, да? Но я ссылаюсь на законопроект, который был представлен еще в 2017 году. И если там будут принципы те же самые, что и в этом законопроекте, то все будет хорошо. То изменения будут. В первую очередь это то, что крипта, скорее всего, будет именоваться иным имуществом. То есть не деньги. Но при этом обменять на услугу или на товар ее можно. Майнинг, возможно, станет видом предпринимательской деятельности и будет облагаться налогом. Глянь, что делается. А насчет ICO его хотят ввести как вид краундфандинга. Но самая главная инфа по поводу этого закона и абсолютно точная, так это то, что закон не будет регулировать налогообложение. То есть будет создан отдельный закон, параллельный этому. Ну и, соответственно, чуть позже. Но, впрочем, давайте не будем загадывать, подождем еще немного и точно все узнаем. Основатель Алибаба Джек Ма высказался категорически против битка, назвав его пузырем, но при этом поддержав блокчейн. И тишина. Все это произошло на всемирном инновационном конгрессе в Тяньзине. Основатель уверен, что эта технология настолько крутая, что сможет решить вопрос конфиденциальности и безопасности на любом уровне. И все. И все. Ма сказал, что Алибаба будет пытаться освоить всю технологию блокчейн максимально. И если это не удастся, то тогда у компаний будут проблемы. Еще он отметил, что сейчас очень много компаний работает с блокчейном, но не все этого достойны. Большинство из них это делают только ради хайпа и ради того, чтобы о них говорили. Типа, какие они умные и инновационные. А Алибаба не такие, потому что они в 2017 году опубликовали аж 43 патента в сфере блокчейна. Это, между прочим, больше даже, чем у Bank of America. А это значит, что ребята настроены серьезно. Продолжаем разговор. Да и Алибаба это просто необходимо, потому что они обрабатывают сделки на несколько триллионов. И если у них все получится освоить, то это существенно облегчит жизнь. Перед началом конференции блок-шоу Евро в 2018 организаторы опубликовали рейтинг самых дружелюбных стран для криптовалюты. Первое место, конечно, заняла Швейцария, которая просто холит и лелеет всю криптосферу. Сразу за ней идут страны-гиганты. Гибралтар и Мальта. Ну, слушайте, на самом деле понятно, они маленькие, им терять особо нечего, да и изменения там можно сделать очень быстро, потому что маленькая страна. Далее идет Великобритания, Дания, Германия и Португалия. Они поднялись в рейтинге за счет налогов, которых нет. Еще в рейтинге есть Финляндия и Нидерланды, а закрывает всю эту красоту гордая Беларусь. За свой законопроект, который освобождает всю сферу криптовалюты от налогов, в том числе и майнинг. Конечно, этот рейтинг не несет никакой награды за собой, но сам факт того, что какая-то маленькая Беларусь или Мальта поднялись выше, чем Россия, немножечко напрягает. Меня за державу обидно. А мы, как всегда, на том же месте, что и наша сборная по футболу. Это был Биток Блог, меня зовут Грег, подписывайся на канал, ставь лайки и обязательно оставляй свои комментарии. Кроме того, жми на колокольчик, чтобы получать наши видосики максимально быстро и заходи на наш официальный сайт bitok.blog. Там тебя ждет еще очень много классной, интересной информации по битку, блокчейну и ICO. Жду тебя там. Пока! Анатолий, Анатолий... Уже с отдельной налоговой... Вы поняли. Ииии, 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 Ииии. Субтитры создавал DimaTorzok